Мы выехали из деревни и остановились перед указателем, а это милиция 17 километров, туда мы сегодня и едем. А вдали находится стенд, на котором пишется, что 5-6-7 августа три дня празднуется День животновода. И все эти 17 километров мы едем в гору. Прямой дороги здесь нет, потому что мы едем на 1500 метров над уровнем моря, а это значит все время надо подниматься. Мы проехали какую-то часть дороги, но не удержались, чтобы не остановиться и не снять природу, которая открылась между деревьев. Мы часто едем этой дорогой и изредка останавливаемся, чтобы полюбоваться этой красотой. Мы уже, наверное, поднялись на 1000 метров над уровнем моря, а дорога все так же продолжает петлять, но уже видны вершины гор, там ничего не растет. Мы доехали до одного местечка и опять остановились. Перед нами открылась эта панорама. Я спешу снять ее, а самое главное, там находится деревня, куда мы едем. А это милица. Айтос – это орел, а милица – перевода нет. Деревня полностью не видна, так как впереди стоят две сосны. Но я постараюсь приблизить. И вот немножко проглядывают строение. И такая природа ее окружает. И хоть на горах нет растительности, это не убавляет им красоты. Впереди нас ждут серпантины. Пока доедем до деревни, мы еще очень здорово покружимся. Только отъехали немножко, и перед нами вся деревня открылась в полной своей красе. Пришлось остановиться. Это самая северная деревня в области Янина, на греко-албанской границе и на высоте 1480 метров над уровнем моря. Ранее она называлась Дениска, название славянское, и означает восход солнца, что также указывает на географическую ориентацию села. В 1928 году она была переименована в Айто-милицу. Сейчас мы уже спускаемся, потому что деревня, как вы видели, находится в Ложбине. Это село чисто животноводческое и заселено только летом. А зимой семьи скотоводов спускаются со своими стадами, преимущественно в префектуры Фессалия и Македония. Мы оставили машину возле дороги, а мы пойдем на площадь деревни. Узнал ироклист, где это будет торжество. Дошли до первой торговой точки. Здесь продается халва. Покупать или нет? И мы, наверное, не будем покупать у нас сладкого навала. Вот эта карта находится прямо на территории таверны. И сейчас ироклист покажет, как мы добирались сюда. Вот это наша деревня. И вот мы отсюда, по этой дороге, здесь свернули вправо, где была табличка, в сторону Айто-милица. И пошла вот эта извилистая дорога. И вот мы сейчас находимся здесь, в этой деревне. Здесь нашли общих знакомых, Хераклист, с этим жителем деревни. Перед этим сказал, что когда узнал война, началась в Украине. Я стою у ограды таверны и показываю, какой открывается вид. Есть масса маршрутов, проложенных через леса и хребты, которые привлекают огромное количество туристов. И они прибывают и летом, и зимой сюда. А вот и сама таверна. Сказали, что где-то к 12 часам уже будет обед. Здесь же на площади находится источник, из которого по четырем трубам вытекает вода. Вот и ироклист не удержался. Пошел и спить водицы. Вверху над источником, бегущей строкой, пишут «Добро пожаловать по этому лицу». Дата и настоящее время. А дальше температура и высота 1490 метров над уровнем моря. Рядом с источником присели отдохнуть участницы ансамбля, которые будут выступать на праздники. Они разрешили снять себя. Я направилась по улице, которая вымощена камнем и начинается от площади. Справа ступени ведут вверх к дому. Но туда я не пойду. Здесь каменный дом, вот прямо напротив меня. Но, видимо, никого, никто не приехал сюда. Все закрыто. Встала на перекрестке и не знаю, куда идти. То ли вверх, то ли вниз. Вниз идет вон туда далеко улочка. Пойду-ка я верхом. С правой стороны наверху дома вот такие. Должна сказать, что мы осматривать деревню не планировали. Я просто прошла по близлежащим улочкам. И такая улочка существует. Не знаю, двоим поместится. Да, наверное, двоим. Скажу еще, что расцвет деревни пришелся на 18-19-е начала 20-го веков. У них было более 40 тысяч овец и коз. Сейчас 5 тысяч. Я возвратилась опять на площадь. Это лавочка с сувенирами и иконами. Но торговля не идет бойко, смотрю. Сейчас пойдем занимать место, потому что потихонечку уже народ стал заполнять. А мы любители посидеть больше, чем выходить. Председатель деревни произносит приветственное слово. Музыканты и танцоры уже на готове. А мы ждем начало концерта. Этих девушек я снимала ранее, когда они сидели на скамейке. А рядом находится другая группа артистов, которая также принимает участие в представлении. Этот солидный дядечка тоже танцор. Сейчас они делают фото на память. И я воспользовалась случаем, стараясь не пропустить ни одного момента. Это продолжение фотосессии. Какая колоритная пара. Пользуюсь моментом и опять делаю крупным планом участников концерта. Девушки еще там стоят, а парни уже здесь. Сейчас они, наверное, будут встречать. Девушки еще там стоят, а парни уже здесь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Веселье продолжается, а мы уезжаем домой и увозим впечатление. Выехали за деревню и остановились, чтобы на прощание снять вид, который окружает деревню. Я же с вами буду прощаться. Спасибо, что посмотрели. До свидания. До новых встреч.